Любое определение финансовой пирамиды включает обещания. Вот коль скоро нет обещаний, то не подпадаешь ты под закон. Это невозможно запретить, это просто обмен денег между людьми. Как это можно запретить? Это подрыв основ, подрыв частной собственности. Ну а вы подрываете банковскую систему, потому что, например, наш банк, Тинькофф, мы сейчас согласовываем билборд на вклады, да? 11% у нас там все скромно, по вашим понятиям. Нам все мозги затрахали. ФАС, ЦБ, за каждую формулировочку, вот этот мелким шрифтом, обязательно указать это, это крупным, это это. Мы уже, вот Олег не даст соврать, месяц согласовываем каждую буковку, циферку, дисклеймеры и так далее, да? А вы совершенно безапелляционно 75 рядом вешаете, и вы не попадаете ни под какое регулирование, ни под какие фасы. То есть вы подрываете, я пытаюсь как-то людям объяснить, что принесите, ради бога, под 11,5, меня трахают все регуляторы, 5 нас регулируют банков, а вы совершенно спокойно рядом МММ плакат повесили. Ну это, где такая еще страна есть, лимония, вечно зеленых помидоров? Только у нас в России такая идиотская страна. Ну, во-первых, вообще, наши интересы на данном этапе совпадают, потому что деньги-то у вас в банках хранятся. Что, у меня свои там цели, апокалипсис, я, может быть, там, какой-нибудь, наверное, воспринимаете не вполне адекватный, но это мои проблемы. Но деньги-то на данном этапе хранятся в банках, то есть там, что будет на втором этапе, апокалипсис, это видно будет. Пока на первом этапе наши цели полностью совпадают, разрешите хранить деньги у вас, будем у вас хранить.